ну даже такого типа вопросы свое время назарбаев озвучил как не смешно ну если сам назарбаев таков рода вопрос озвучил ну давайте мы озвучим эти вопросы вот здесь пишут мне қазақ халк үшін қандай игіз атқардыңыз қанша көше немесе көпір жөндет салып бердіңіз қанша муқташ азаматтарға қаржылай немесе материалдық көмек бердіңіз тек митинг нұрсултан ворсултан дегенен басқа ну я переведу этот вопрос здесь у меня спрашивают какую помощь или пользу я сделал для народа сколько я построил мостов кому из нуждающихся помог ну и типа может быть выйти на митинге только озвучиваете слова нурсултан бор султан и организует митинг только в этом вы считаете ваши пользы ну давайте чтобы я почему этот вопрос принял потому что он часто встречаются и не обязательно это нурботы это много заблуждающих людей есть которые вообще не понимают что такое политика не понимает что такие партии претенденты и так далее ну давайте мы пойдем от казахстана итак возьмем токаева давайте мы зададим токаева вопрос сколько ты мостов построил кончаку имп раку и присады каким какую ты помощь оказал бедствующим людям только потому что ты работал министром иностранных дел стал президент давайте ему адресу им вы знаете что токаев построил мосты построил здание построил больницу ну конечно же нет или вы может быть знаете что нурсултан назарбаев тоже в свое время стал президентом казахстана построил мосты жертвовал деньги и так далее ну он же был чиновником он откуда мог жертвовать и токаев ну давайте ладно хорошо следующий вопрос есть например трамп президент вы знаете сколько он денег пожертвовал построил мосты и тому подобное оказал бедствующим помощь или возьмем президента сша барака обаму который был просто простым сенатором может быть он мосты построил бабушек через улицу переводил ну или возьмем канцлера германии ангелу меркель который уже длительное время возглавляет германию есть там должность президента но она представительская канцлер это человек который решает все политические экономические вопросы страны знаете что она мосты строил и так далее нет ну или возьмем президента франции макроуна который поработал в бизнесе там год-два и потом пошел на выборы стал президентом этой страны ну давайте мы вспомним путина может путин построил мосты детские дома что-то такое сделал что стал достойным президентом вы знаете он был директором фсб федеральных служб безопасности как наш кнб раз стал исполняющий обязан премьер-мист стал президентом после этого а нет тогда просто это говорит вопрос говорит о том что человек который задает этот вопрос он не понимает что такой президент премьер-министр а на самом деле это все просто политические деятели или просто граждане любые которые становятся политиками тогда когда они борются за власть хотят возглавить правительство или стать президентом страны они выходят со своей программой реформирование страны эту программу озвучивает ездит по регионам собирает сторонников затем идет на выборы и на выборах за него люди голосуют потому что они голосуют не просто за этого человека не только за то что он определенного роста спортсмен и тому подобное нет или потому что на улице кого-то перевел или он потому что боксер или потому что он подарил как у тимуратов 6 миллион долларов нет они голосуют за свое будущее они голосуют за этого человека потому что верит верит его профессиональным качествам и верит что он добьется этих перемен соответственно своей программе которую он озвучил я за забыл кстати сказать что такой же вопрос зеленскому президент украины он был актером комик комиксом и так далее и сейчас президент украины и вся украина его поддержала вот как в мире происходит выбор премьер-министра или президента голосует за программу ну и если уж вопрос все-таки я хотел бы расшить да мне все время задают какую вы пользу сделали казахстан уважаем друзья я на эту тему уже много раз еще несколько лет назад выступал я скажу следующее я вам буквально несколько пример приведу я с нуля создал бизнес ну просто с нуля что называется был джинсах и футболки когда решил заниматься бизнесами жил в общежитии и через буквально несколько лет через пять лет мой моя бизнес-группа вошла число ведущих групп страны у меня работали тысячи людей мои предприятия платили огромные налоги суммарно ну я даже это я говорю о 90-х годах я скажу что например когда я возглавлял несколько лет банк банк в год зарабатывал ну например по 2007 году я один год возможно я бы часто люблю приводить 537 миллион долларов прибыли и если суммарные налоги посчитать только за один год банк заплатил 200 миллионов долларов налогов что такое 200 миллионов долларов это годовой бюджет какой-нибудь области а мы каждый год платили такие налоги около 200 миллионов долларов я только с одной сделки из которой заработал 200 200 миллион долларов заплатил сразу 20 миллионов долларов налогов сразу 20 миллион долларов на эти деньги можно содержать и детские дома и благотворительные центры на 200 миллион долларов вообще можно всю страну завалить медицинским оборудованием это за один год чтобы понимали далее каждый год мой банк финансировал разные проекты в стране в среднем 12 миллиардов долларов год мы выдавали кредиты ну ежемесячно банк около 500 миллионов долларов еще гасили но суммарно около 12 миллионов долларов миллиардов долларов что такое 12 миллиардов долларов это 6 городов алматы 6 бюджетов годовых бюджетов ну зависимости от курса считает будем считать что около двух миллиардов долларов год но сейчас меньше бюджет города алматы 2 миллионова так вот мой банк финансировал проектов как 6 городов города алматы вы понимаете масштаб того что я делал 6 городов 2 миллионного города алматы ежегодно и на эти деньги покупалось оборудование строились новые заводы строили здание на эти деньги строились дороги на эти деньги получали рабочие места десятки тысяч я же даже не говорю что в банковской группе быта было около 10 тысяч человек которые постоянно получали заработную плату очень высокую самую высокую стране платили с них налоги на эти налоги выплачивались пенсии заработной платы бюджетным работникам что вы понимали масштаб того что я делал не просто там один мостик построил десятки сотни миллион долларов в результате моей деятельности поступала бюджет страны если кто-то хочет понять но и дальше конечно же смешно когда мне говорят а вы построили мост и так далее просто эти люди к сожалению не понимает чтобы мост построить это функция или государства или строительной компании которые размещают заказ например правительство построить мост на это нужно разрешение так далее то строят строители это тоже самое задать вопрос а сколько операции вы сделали хирургических людям гланды например вырезали вы сделали помогли людям это вопрос хирурга строить мосты это вопрос строителя который получает за это деньги а если кто-то бесплатно что-то дал это вопрос его отношения готов помочь или нет так вот при банке у нас существовали программы только при банке я говорю каждый год мы финансировали проекты на сумму около 15 миллионов долларов безвозмездно поэтому вы должны просто прежде чем такой вопрос задать просто послушать мои выступления и чтобы понимали масштаб финансирования масштаб поддержки благотворительности был одним из самых высоких в истории нашей страны в истории нашей страны а если вы видите что тимур кулебаев пожертвовал там какие-то 10 миллион долларов вы всегда должны знать что кулик тимур кулебаев крадет в год просто так 700 800 миллион долларов с одного контракта 300 миллион долларов перебрасывает свои гоги ашкенази с одного контракта а ворует миллиарды и потом отдает 10 миллион долларов и вы там говорит о здорово или булат назарбаев сидит на рынках алматы астаны контрабанда китайских товаров миллиарды долларов не один миллиарды долларов воруется на контрабанде между китаями казахстаном потом он шардере устраивает той 30 тысяч наших бедных нищих казахов приходит на этот той встречает этого вора радуется что он сделал бесплатный плов все телевидение показывает его сопровождают полиция все радуются ой бой баки какой он герой и вот такой вопрос из этой серии это такие же вопросы часто мне задавал назарбаев говорит ну ты чё вокруг министерства там дороги отремонтировал я как суши министерство четко имеет бюджет и на другие цели не имеет тратить ни на какие средства имеет право тратить министерство четкий бюджет зарплата командировка аренда помещений все оплата тепла если дорога дорога относится кому городу у города есть бюджет как может министерство финансировать дорогу около министерства или что вы попробуете выйти на улицу там столб лампочка сгорела или подкрутить вас посадит потому что стол ну во первых это вы будете нарушать технику безопасности там специальные люди которые имеют разрешение и право проводить такую работу имеет право залезть на этот стоп стол и меня назарбаев спрашивает а там вы там столбы отремонтировали дорогу и так далее безграмотный президент поэтому конечно же я не удивляюсь когда такие вопросы потому что безграмотный президент обрек нашу нацию на низкий уровень образования где все продается и такие вопросы идут потому что сам президент такой был понимаете вот собственно я отвечаю на вопрос кто что сделал в интернете полно тому что я сказал миллиарды долларов инвестированы в страну сотни тысяч рабочих мест новые предприятия дороги бюджет областей пенсионеры благотворительность все это было в гигантских масштабах но это никакого отношения имеет тому что именно такой человек должен прийти возглавить страну нет вы что хотите булата назарбаев который плов раздавал или там украл и потом что-то раздал детским домам вы хотите такого президента что ли нет президент страны должен быть тот который в состоянии вывести страну на новый уровень создать сильную развитую экономику он должен профессионалом ему люди должны верить знать что он в состоянии это сделать квалифицированным человеком и он должен прийти со своей программой программой по изменению жизни миллионов они отдельно маленького домика или отдельного маленького мосточка или отдельные улицы это узкий 8 подход я это не осуждаю я просто говорю это цена нахождение у власти этого позорного президента который превратил народ рабов и сейчас мы находимся в яме и думаем как же из нее выйти а единственный способ это выйти на улице добиться смены режима